Холодное оружие в умелых руках, пожалуй, еще опаснее, чем огнестрельное. Это прекрасно знают участники турнира, итоги которого на минувшей неделе подвели в Барнауле. Каждый год осенью на Алтае не упускают возможности почтить память легендарного мастера Владимира Феоктистова. Холодная голова, горячее сердце и твердая рука – вот залог успеха на дорожке. Не случайно одно из определений фехтования звучит так – шахматы с клинком в руке. Кубок Феоктистова – это мастерский турнир. Таких по эту сторону Уральского хребта всего два. У нас и в Новосибирске больше за Уралом таких турниров не проводится. И поэтому он и собирает каждый год приличное количество людей и регионов, говорят же, и сибирских. И люди приезжают из европейской части России. Каждый год просто все то же самое. Вот мы приезжаем, этот турнир, и уже как традиция получается. Очень интересно. В рамках одного турнира выбор оружия как будто невелик. А вот сам Владимир Феоктистов во времена Союза успел даже на карабинах с эластичными штыками пофехтовать. Нынче такого разнообразия нет. На Алтае, например, вот уже много лет культивируют исключительно сабельное фехтование. Это больше подвижный и динамичный вид спорта по сравнению со шпагой и рапирой. Там больше, скорее всего, тактики. А тут мы и в скорости соревнуемся, и в уме, так сказать. Для фехтовальщиков Салтая нынешний год успешный. И медалей уже завоевано немало, и титулов добавилось. Совсем недавно в Москве на турнире памяти двукратного олимпийского чемпиона Сергея Шарикова, до недавних пор, кстати, это был этап Кубка Европы, отличился женский квартет Салтая. Юлия Жданова, Мария Третьякова, Ксения Андрусенко и Анастасия Конореева. Саблистки Салтая сразу уверенно пошли вперед, выиграв у второй сборной Москвы пять стартовых поединков со счетом 25-6. Более того, позади в итоге оказалась и первая сборная столицы. Это, безусловно, триумф. Такого успеха в новейшей истории фехтования на Алтае еще не было. Там не оставили камня на камне. Прямо девочки молодцы. Собрались все, никому претензий не было. Все прямо отработали так, что и сами довольны. Мы вообще рады, поэтому здорово было. Я чувствовала, что с этого турнира мы привезем золото. Я чувствовала, что золото будет, но просто не знала, где в личке или в команде. В команде намного круче. Это более сплоченное, адреналин больше. Но это круто. Вполне ожидаемый итог. В отсутствие международных стартов многие региональные турниры заметно прибавили в цене. Если российские спортсмены сегодня испытывают проблемы с мотивацией, то оказавшиеся по ту сторону санкционного занавеса с конкуренцией. Ну все говорят, да, у нас много друзей, товарищей, они все говорят, что без русских неинтересно. Те же итальянцы, те же немцы сильнейшие страны, американцы. Без русских, белорусов уже не то фехтование, не те соревнования. Если бы Россия была бы не лидером, скажем, в фехтовальном мире, то это было бы незаметно. Оно так-то, конечно, в стране не основного конкурента. Другие воспользовались как благосклонностью до небес и таким удачным моментом, что им надо воспользоваться этим. Ну и пользуются люди, находят в этом плюсы, кто-то минусы. Когда ребята, скажем так, себя как-то мотивируют, это, конечно, более проблематично взрослым спортсменам, которые вот уже на исходе, да, им тяжело себя мотивировать, тяжело себя заставлять. А молодые надеются на лучшее и поэтому все равно рвут, доказывают, что они лучшие, чтобы в перспективе выступать на тех же международных стартах. Плюс у нас вот сейчас будет в декабре месяце международный турнир «Московская сабля». Будем приглашать дружественные нам страны и на всероссийских соревнованиях в Новосибирске будет определяться состав российских участников. Сколько это будет человек и кто это будет. И вот эти соревнования сегодняшние, скажем так, это первые взрослые соревнования перед отборочными к соревнованиям на «Московскую саблю». Подытожу так, лишних медалей, кубков и дипломов по итогам двух соревновательных дней не осталось. У женщин весь пьедестал заняли саблистки из Новосибирска, у мужчин равных не было Барнаульцу Даниилу Бубенчикову. В командном первенстве женская команда хозяев выиграла, золото мужское довольствовалось серебром.